Как дела ребята, Джефф Кавальяр и Алекс на связи. Сегодня мы собираемся сделать то, чего не делали уже давно. И сегодня я собрал самые худшие упражнения со всех предыдущих топов упражнений по мышечным группам, чтобы сгруппировать их в одном месте. Собственно говоря, мы собираемся вновь посетить и отдать дань уважения некоторым из тех, кого мы уже поместили на железное кладбище и похоронили. Более того, мы добавим еще нескольких. Послушайте, я собираюсь сделать то, что всегда делал на этом канале. Я не просто скажу вам, что нужно прекратить делать те или иные упражнения, а я расскажу вам о конкретных причинах, по которым мы вообще отправили их на кладбище. И что еще важнее, что вы можете сделать вместо них. Итак, первым упражнением будет то, с чего бы мы могли начать этот список, а именно с упражнения, которые мы уже давно считаем мертвым и похороненным на этом канале. И это разведение гантелей лежа выполняется таким образом, без опоры на скамью, на которой, как оказалось, большинство из нас делает это упражнение. Дело в том, что выполняя упражнение таким образом, мы висим здесь во всей своей разрушительной для плеч красе. Эта версия без опоры создает огромную нагрузку не только на грудные. На самом деле, большая часть растяжения, которое вы можете почувствовать здесь, перенаправляется на другую мышцу нашей руки, которая называется клювовидно-плечевая. Более того, выполняя это упражнение таким образом, вы подвергаете риску переднюю капсулу плечевого сустава. У нас есть альтернативы. Я уже говорил, что если вы твердо решили выполнять разводку, то делайте ее на полу. По крайней мере, выполняя ее на полу, вы имейте опору для локтей в нижней точке. У вас есть подстраховка, и вы получаете дополнительную выгоду от перегрузки упражнения в эксцентрической части, чтобы получить больше пользы в плане прироста мышц. Но зачем нам вообще так возиться? Если мы хотим сделать что-то, что заставит наши грудные откликнуться, по крайней мере, сделайте что-то, что включает в себя аддукцию, ну то есть сведение. Проблема в том, что в разводке, когда мы достигаем верхней точки, мы теряем дополнительное напряжение на грудные мышцы. Мы можем добиться этого, просто заменив ее на сведение в кроссовере лежа или стоя, добиваясь полного сведения и напряжения по всей амплитуде движения, но при этом избегая острых углов. Ну а что вам не нужно делать, так это становую тягу сплинтов с микроскопической амплитудой. Не ставьте пленты со штангой выше колена, увеличьте амплитуду движения, опускайте штангу хотя бы до коленей или чуть ниже. Если нужно, то положите ее на пару матов или блоков, в том случае, если вы не хотите постоянно тянуть штангу с пола. И если вы делаете с маленькой амплитудой, то вы уменьшаете нагрузку на спину и заднюю цепь, и при этом у вас будет преимущественно работать ваши трапеции. Потому что такая тяга сама по себе является отличным тренажером для трапеции, не говоря уже о любых других упражнениях, которые вы делаете в повседневной жизни. А такое смещение нагрузки определенно может привести к более низким результатам на другие мышечные группы, в которые вы нацеливаетесь. А если вы не хотите иметь низкие результаты в целом, то важно организовать свой тренировочный процесс грамотно и правильно. Особенно сейчас, когда осталось 4 месяца до лета. И получается, остаются совсем сжатые сроки, чтобы привести себя в качественную формулу. Особенно если у вас сейчас нет результатов. И именно все эти моменты я разбираю подробно в своем телеграм-канале, на котором уже около 5000 человек, которые регулярно получают ценные знания по вопросам тренировок и питания. А если вы не знаете, как структурировать эти знания в целостную картину, то вы всегда можете записаться ко мне на личное онлайн-ведение, в рамках которого со мной тренируется уже более 20 человек. И главный показатель моей работы – это результаты моих атлетов, которые я предоставлю каждому обратившемуся в портфолио по запросу. Поэтому переходите по ссылкам в описании и закрепленном комментарии. И увидимся на персональном видении. Продолжаем тему ног. И это упражнение вы увидите практически в каждом тренажерном зале. Это разгибание ног. Вы можете видеть, как Джесси делает повторение и как хорошо сжимаются его квадрицепсы. Но меня беспокоит то, что происходит под поверхностью. Особенно под его коленной чашечкой. Вот что меня беспокоит. Я думаю, что сжимающие силы на коленную чашечку, особенно в этом положении сгибания и в начале движения из этого положения, будут проблемы. Особенно для людей, у которых уже есть проблемы с коленом. Если у вас есть уже такой недуг, как хондромаляция, если у вас есть проблемы со слежением за надколенником, то есть его нестабильность, то эти проблемы усугубляются при выполнении данного упражнения. И мы понимаем, что в условиях открытой цепи, где ваша нога свободно висит и работает, никогда не будет такого эффекта, как при выполнении упражнений в закрытой цепи, когда ваша стопа соприкасается с землей. Особенно, когда мы тренируем спортсменов. Так есть ли что-то, что мы можем сделать лучше? Я считаю, что есть. Вот это. Это выпад усиленной тренировочной резины. Это упражнение состоит из двух частей. Резина расположена вокруг колена, чтобы мы могли сопротивляться ее напряжению, чтобы получить разгибание колена с сопротивлением, чтобы не жертвовать тем преимуществом, которые мы ощущаем, а именно сжатием квадрицепса во время разгибания ноги. Но помимо этого, мы можем нагрузить его гораздо сильнее. Мы можем применить связанную нагрузку. Через разгибание колена и сгибание бедра во время этого выпада, а затем все еще с тренировочной резиной в качестве дополнительного последнего толчка. Напряжение, чтобы действительно воздействовать на квадрицепс в верхней точке. Таким образом, мы получаем более функциональное упражнение. Опять же, ноги находятся в контакте с землей, мы нагружаем их тяжелее, и мы создаем нагрузку на колено, что позволяет выполнять разгибания без всей той сжимающей нагрузки, которую мы получаем в тренажере для разгибания ног. Далее у нас есть одно упражнение, которое как никакое другое означает «я потерялся». И это вот это. Сгибание корпуса с гантелью. Люди будут делать это упражнение до скончания мира, пытаясь накачать косые мышцы туловища. Очень часто они даже не берут гантель в обе руки. Я хочу сказать вам, что на самом деле нет никакой правильной стороны, в которой нужно класть гантель, потому что само упражнение – это мусор, если вы пытаетесь тренировать косые мышцы. Мы уже знаем, что косые мышцы не являются боковыми. Могут ли они сгибать на сторону? Да. Но если вы посмотрите на направление их по окон, то что они предпочитают делать? Правильно, вращение. Поэтому, если вы хотите их тренировать, делайте вращательные упражнения. Одно из моих любимых упражнений заключается в следующем. Я вешу на перекладине и просто пытаюсь вызвать вращение таза, скручивая его и немного поворачивая в одну сторону. Я не стремлюсь подтянуть ноги к перекладине. Я просто хочу контролировать подъем и поворот таза с помощью моих косых мышц и сосредоточиться на том, чтобы делать это каждое повторение. Я понимаю, что некоторые могут сказать, эй, ну это очень сложно. Но это не значит, что вы должны делать это в висе на турнике. Вы можете делать это и здесь, на брусьях или даже лежа, чтобы снять большую часть веса тела, если это одна из проблем, которая мешает вам выполнять упражнения плавно. Здесь вы делаете то же самое. Инициируйте вращение для косых мышц, чтобы заставить их выполнять работу, которую они предпочитают делать в первую очередь. Говоря об упражнениях, которые мы делаем слишком часто, я хочу добавить еще одно, а именно концентрированные сгибания с гантелей. Чаще всего люди так сильно изменяют данное упражнение, что меняют кривую силу в нем. Мы перенаправляем большую часть силы в плечо, а не в бицепс. И есть вещи, которые мы могли бы делать лучше в любом случае. Например, встать на ноги и сделать обычные сгибания со штангой стоя. Мы не сходим с ума, ребята, просто это упражнение намного круче. Мы можем делать их с большим весом, убеждаясь, что сила направлена именно на бицепс. То, что мы пытаемся построить в первую очередь, и что более важно. Мы можем получить немного больше функциональности, потому что наш кор должен помочь нам контролировать наш вес и наше положение в пространстве. Когда мы поднимаем тяжелый вес, мы должны быть в состоянии противостоять этому. Ничего этого не происходит, когда мы просто сидим с задницей на скамье. Говорю вам прямо сейчас, если вы стремитесь к общему приросту ваших рук, то чем быстрее вы сможете поменять это упражнение на другое, тем круче для вас будет. И еще одно новое дополнение к нашему железному кладбищу. Вот это упражнение, кубинский жим. Но, Джефф, здесь происходит внешнее вращение плеч, смотри. Ты же любишь внешнее вращение в плечах. Ну да, так и есть, только вот для того, чтобы добраться до точки упражнения, где вы выполняете внешнее вращение, происходит чертовски много внутреннего вращения с подъемом. Не говоря уже об эксцентрическом внутреннем вращении, которое происходит при движении вниз. Парни, важно не только то, как упражнение начинается и заканчивается. Важно то, как вы выполняете упражнение в целом. Мы можем пройти те же начальные и конечные точки гораздо более безопасным способом. Если поменяем вот на это упражнение. Вместо того, чтобы подниматься к вершине, внутренне вращая плечами, мы здесь можем перейти к внешнему вращению гораздо раньше. Мы можем обойтись без внутренней ротации плеча во всех точках упражнения, что делает его чертовски безопасным. Не говоря уже о том, что в итоге упражнение получается более качественным. Если бы вы сделали несколько повторений каждого из них, я гарантирую вам, что вы почувствуете себя более эффективно, тренируя свои плечи. Протяжка со штангой вверх, говоря о плечах, будет звучать, как заезженная пластинка. Но на то есть веская причина, потому что ситуация не меняется. С точки зрения биомеханики, это хреновое упражнение. Сделанное однажды всегда будет хреновым упражнением. Это король, нет, император всех дерьмовых упражнений. Джесси, спасибо тебе огромное за демонстрацию еще раз. Дело в том, что мы можем делать это круче. В этом упражнении так много плохого. Как физиотерапевт я уже говорил, что если бы вы пришли ко мне в клинику, я бы поставил вам диагноз импиджмент плеча. Я бы поставил вас именно в то положение, в котором вы будете выполнять вертикальную протяжку. Провокационное положение, вызывающее раздражение, супраспинатуса и сухожилий в плече. Вы буквально проверяете себя на прочность в каждом повторении. Все, что вам нужно сделать, это изменить положение руки во время движения вверх. Вместо того, чтобы позволять локтю выигрывать гонку к вершине, а запястью проиграть, мы можем позволить запястью выиграть, а локтю проиграть. То есть пусть запястье опередит локоть. Что произойдет, так это разница в механике плеча. Мы получаем внутреннее вращение плеч, когда локти находятся выше запястья. Мы получаем внешнее вращение плеча, когда запястье выше локтя. Высокая тяга гантели легко справляется с этой задачей. И опять же, это одно из тех упражнений, на которые, когда вы переключаетесь, заставит не только мгновенно почувствовать улучшение в плечах, но и позволит вам лучше сокращать плечи. Что в конечном итоге позволит вам добиться намного более крутых результатов. Следующее упражнение я бы назвал инстаграммное подтягивание. Одно из тех, которые мы делаем для инстаграм, потому что это выглядит очень круто. Кроссфит подтягивания – это не то, что вам нужно делать. Мы можем избавиться от него, потому что оно не только не так впечатляет, как выглядит, но и, как я уже говорил, создает ненужную нагрузку на область плечевого комплекса, называемого грудным выходом. А вам точно не нужно возиться с проблемами грудного отдела. Поэтому, ребята, просто делайте обычные подтягивания. И не... ну вы поняли. Давайте пригласим доходягу Реймонда, чтобы рассказать об упражнении, которое уже довольно долгое время находится на кладбище железа. И это жим из-за головы. Слушайте, у меня нет проблем с верхним жимом. Я люблю верхний жим, но когда вы делаете его за шеей, вы боретесь со своей собственной анатомией. Позвольте мне показать вам то, о чем мы говорим. Если вы посмотрите на шаровидный сустав плеча, то впадина создается лопатка, то есть с самой лопаткой. Вы можете видеть, что впадина не обращена прямо к вам. Она направлена вперед, примерно под углом 45 градусов. Именно поэтому жим из-за головы – это борьба с собственной анатомией, которая приводит к повышенной вероятности защемления плеча. Так что я за жим над головой, но делать его нужно вот так, перед собой. Кроме того, есть несколько вещей, которые пойдут вам на пользу. И это дополнительная помощь ваших трицепсов. Движение жима построено на силе. Мы пытаемся тренировать общую силу верхней части тела. Но почему мы пытаемся исключить трицепсы из уравнения? И что мы можем сделать, чтобы упростить эту задачу? Так это взяться более узким хватом. Если взять штангу более узким хватом, чуть шире ширины плеч, вы увидите, что произойдет. Если я собирался сделать джим отсюда, а вместо этого довел его до этого места, то сужение хвата приведет локти в то самое положение, которое нужно. Итак, просто поменяйте их местами, переместите штангу из-за головы в переднюю часть тела, а руки из широкого хвата в более узкий и близкий к телу. И я обещаю, что ваши плечи станут массивней, чем до этого. Ребята, я надеюсь, вы нашли данное видео полезным. Если да, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И тогда мы увидимся с вами в следующем видео.